Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Вебинар у нас сегодня посвящен конфигурации 1С зарплаты управления персоналом и обособленным подразделениям. Программа нашего вебинара вы видите ее на экране. Сегодня у нас будет построена встреча таким образом. Сначала немного теоретической части, потом я буду показывать слайды и показывать этот же материал на основной программе. Сразу хочу сказать, что у нас демонстрация будет проходить на одном из последних релизов. Предыдущие релизы будут немножко отличаться как расположением некоторых клавиш, так и некоторыми функциями некритичными, которые были добавлены в последнем релизе. Я сейчас переключилась на саму программу и посмотреть, какой релиз у вашей компании установлен. Вы можете через вот такую пиктограммку информация о программе. И вот он наш релиз, на котором мы с вами сегодня будем рассматривать примеры. То есть 1С зарплаты управления персоналом 3.1, 20 релиз. Как я уже сказала, некоторые различия между 18, 19, 17 релизом будут присутствовать, но функциональность вся сохранена и, соответственно, ничего никуда не потерялась. Начнем мы немножечко с теоретической базы, потому что вроде бы как обособленные предприятия тема не новая, но тем не менее очень часто возникают вопросы, связанные именно с тем, когда требуется создавать обособленное подразделение и регистрировать его, соответственно, в налоговой инспекции. Если мы этого не делаем, то будут достаточно крупные штрафные санкции, которых, естественно, всегда хотелось бы избежать. Итак, что такое обособленное подразделение? Согласно пункту 2 статьи 11 налогового кодекса, обособленное подразделение – это любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Я подчеркиваю слово именно стационарные. И второе условие на срок не менее 30 дней, то есть одного месяца. Если у нас есть такое подразделение, ну, например, вы арендуете склад или открыли магазин, здесь может быть даже просто соседний район города, который относится к другой налоговой инспекции. В этом случае мы, как головная организация, должны отправить в налоговое уведомление об открытии обособленного подразделения. По нашему уведомлению налоговая инспекция ставит на налоговый учет обособленное подразделение. При этом записи в ЕГРИУЛ не производится, то есть каких-то других регистрационных данных у нас не изменяется. Хочу подчеркнуть, что этот разговор идет именно об обособленном подразделении, то есть его не нужно путать с филиалом. Отличие между филиалом и обособленным подразделением в том, что филиал – это структура, которая выделена на самостоятельный баланс и имеет самостоятельный расчетный счет. Определение рабочего места, то есть что такое стационарные рабочие места, оно, естественно, бывает нестационарное. Определение рабочего места у нас содержится в Трудовом кодексе, это статья 209, то есть это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой, и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Стационарное рабочее место, повторюсь, должно быть оборудовано не менее чем на месяц. Извините, здесь опечатка в тексте, не менее чем на один месяц. Очень часто строительные организации сталкиваются с такой ситуацией, когда им необходимо работать, например, на строительных объектах заказчика, и в этом случае возникают нестационарные рабочие места. То есть нестационарное рабочее место отличается от стационарного тем, что все оборудование, техническое оснащение является мобильным или переносимым. То есть его можно собрать и свернуть. Здесь важным критерием будет выступать такой фактор, как находятся ли лица, которые привлекаются на строительные работы с генподрядчиком в трудовых отношениях. То есть являются ли они сотрудником генподрядчиков. Существует арбитражная практика, когда строительная организация судилась именно по поводу того, что у них не возникало стационарного рабочего места. На экране вы видите ссылку на постановление, которое рассматривало такое, на постановление апелляционного суда, который рассматривал такую ситуацию. В этом случае судом был сделан вывод, что для выполнения работ по договорам подряда и субподряда были оборудованы нестационарные рабочие места, что в результате не приводит к образованию обособленного подразделения. То есть согласно пункту 2 статьи 11 Налогового кодекса, в котором говорится о стационарном рабочем месте. Ну, естественно, это спорная ситуация и в этом случае нужно быть готовым к тому, что отстаивать свою позицию придется с помощью юристов. Соответственно, если мы выяснили, что все-таки у нас имеется обособленное подразделение, которое надо поставить на учет в налоговую инспекцию, то что у нас в этом случае возникает с налогообложением и что куда платится. То есть если у нас работник принят в обособленное подразделение, то НДФЛ с доходов у таких работников платится по месту нахождения обособленного предприятия. И соответственно, отчеты 2 НДФЛ и 6 НДФЛ по таким работникам сдаются в инспекцию, к которому относится это обособленное подразделение. Если, например, у вас зарегистрировано несколько обособленных подразделений, но в пределах одного муниципального образования, например, района, то в этом случае можно выбрать одно обособленное подразделение, которое будет сдавать отчетность за все обособленные подразделения, зарегистрированные в данном районе, то есть в данном муниципальном образовании. Также обособленное предприятие может платить страховые взносы и сдавать отчетность, но при условии, что если оно само начисляет и перечисляет выплаты работникам и у него открыт расчетный счет в банке. На практике это встречается достаточно редко, потому что чаще всего перечисление зарплаты и соответственно налогов происходит через расчетный счет головной организации. Но тем не менее такая ситуация быть может, поэтому мы озвучиваем именно этот вариант. После того, как мы разобрались, что же все-таки относится к обособленным подразделениям, мы переходим к тому, что если оно у нас имеется, то соответственно, чтобы работать в программе, нужно сделать некоторые настройки. Основные настройки, которые делаются, расположены в меню настройка. Я показываю сначала слайды, а потом мы перейдем в программу и уже то же самое проделаем, так сказать, на живом примере. В разделе настройка у нас есть меню предприятия и для начала нужно выбрать пункт организация и поставить флажок, что у нас могут иметься обособленные подразделения и предприятия. И, извините, неправильно сказала, обособленные подразделения и филиалы. И в нашем случае у нас эти настройки на демонстрационной базе уже выполнены. И в этом случае организации, меню организации, журналы организации у нас будет выглядеть таким образом. Хочу сразу пояснить, почему именно как организации фигурируют здесь филиалы. Если филиал, если организация имеет филиал, то в этом случае в терминах программы 1С зарплаты управления персоналом это будут организации. И программа рассматривает их именно как организация. Если же у нас обособленные подразделения, то есть не филиалы, которые не выделены на отдельный баланс и не имеют самостоятельных расчетных счетов, в этом случае в терминах программы это будут подразделения. И соответственно в меню организации будет отображаться одна организация и у нее через орг структуру будут введены различные подразделения. При настройках программы, когда мы вводим головную организацию, ну скорее всего она у вас уже создана, у нее должен стоять вот такой флажок. Это карточка организации и на закладочке главное у нас должен стоять у организации есть филиалы или обособленные подразделения. Если же мы переходим в карточку самого подразделения или обособленного филиала, то здесь должна стоять отметочка, чекбокс о том, что это филиал. А теперь мы с вами перейдем в саму конфигурацию и посмотрим, как это выглядит уже не на слайдах, а в живой, так сказать, деятельности, в живом примере. Значит, вот такие окна это вспомогательная информация, ну соответственно, где можно посмотреть какие-то данные. И теперь мы с вами переходим в меню настройка и вот то, что я вам показывала на слайде, то есть меню предприятия и организации. Значит, при переходе в организации мы попадаем с вами в журнал, то, что мы с вами уже видели на слайде. То есть вот в моем примере есть и филиалы и обособленные подразделения. Соответственно, если мы войдем в головную организацию, то сейчас я вам покажу то, что мы видели на слайдике. То есть вот он этот наш чекбокс, наш флажок, что у организации имеются филиалы или обособленные подразделения. И, соответственно, если это является филиалом, то у нас флажок установлен о том, что филиал – это филиал, обособленное подразделение. И указывается головная организация. То есть методом выбора мы подставляем, кто является главной организацией для этого филиала. Хочу обратить внимание, что точно так же, как и в головном предприятии, необходимо заполнить все закладочки. То есть информация, которая указывается на этих закладочках, она у нас попадает в разные печатные формы отчетов или других официальных документов. И, кроме этого, если мы указываем адреса телефона или адрес электронной почты, то в этом случае эти данные программы анализируются. И в случае, если мы указываем, например, одинаковые номера, программа предупреждает, что могут быть либо дубли, либо повторяется введенная информация. Хочу сделать еще небольшой акцент, чтобы обратить ваше внимание, что требуется заполнить и юридический адрес, и фактический. Ну, почтовый адрес необходим в случае, если будет какая-то доставка документов, необходимо, чтобы именно почтовый адрес в документах был указан. И теперь закладочка коды. То есть, соответственно, в моем случае они не проставлены, но если у нас есть обособленные подразделения или филиалы, то обязательно должны быть проставлены все коды, которые у вас присвоены статистикой. И фонды. То есть, соответственно, указать регистрационный номер в пенсионном фонде, с какого момента он действует, как называется территориальный орган пенсионного фонда, потому что это название будет отражено в отчетах, то есть в РСВ и еще в некоторых отчетах. Ну, и, естественно, фонд социального страхования. Обратите внимание на код подчиненности. И обязательно не забыть про учетную политику, потому что учетная политика, в общем-то, это основной регулятор, так сказать, начисления налогов и взносов. Вообще конфигурация зарплаты управления персоналом наиболее показательна среди других конфигураций 1С в каком плане? Она очень требовательна к первоначальным настройкам, то есть к настройкам, которые вы задаете. Но зато в последующем начисление зарплаты, расчет налогов, ну, то есть все действия, которые производятся с персоналом, практически от бухгалтера не требуют особо никаких навыков, больше, наверное, только диспетчерских. Потому что требуется ввести информацию первоначально о подразделениях, территориях, коэффициентах, ну, то есть вся информация, которая требуется для расчетов. И после этого только своевременно выполнять запуск нужных функций. Значит, на закладочке страховые взносы у нас указывается ставка по несчастному страхованию и с какого момента она применяется. Сохраняется история изменений. То есть, если, например, у вас была установлена такая ставка, а потом вы занялись, ну, например, строительной деятельностью, где другой тариф, то, соответственно, вам нужно будет внести сюда изменения. На закладочке НДФЛ, соответственно, нужно проставить флажочки, которые касаются именно вашей специфики. И обратите внимание, что сюда вынесены еще настройки, которые касаются карантина и карантинных льгот. То есть, если вы в это время не имели возможности работать, то вы здесь ничего не ставите. Если же вы в это время работали, то есть, если у вас предприятие имеет, например, непрерывный цикл производства, то в этом случае флажочки здесь нужно обязательно поставить. Следующая закладочка – это пособие ФСС. Практически в 2021 году большинство предприятий перешли на пилотные выплаты, то есть на прямые выплаты через ФСС. В этом случае вот здесь нужно, чтобы был проставлен флажок, то есть, что вы относитесь к региону, в котором осуществляется прямая выплата пособий через ФСС. И, соответственно, настройки зарплаты. То есть, вот здесь вот мы должны проставить, если у вас есть какие-то подразделения, которые относятся к обособленным территориям, в которых применяются коэффициенты, то тут тоже нужно ставить флажочки. Вернемся снова к нашим слайдам. Соответственно, мы с вами посмотрели то, что я показала на этих слайдиках. Я специально останавливаюсь на них, потому что хотела бы акцентировать ваше внимание на этих настройках. В случае, если у нас не филиал, а именно обособленное подразделение, то мы с вами работаем не с организациями, а с подразделениями, то есть уже переходим в орг структуру предприятия. Посмотрим, как это у нас выглядит в программе. В этом случае мы можем позакрывать окошки, которые мы уже не будем использовать и возвращаемся снова в меню настройка и переходим в подраздел подразделения. У нас построена достаточно сложная структура организации. У вас может быть гораздо проще или наоборот сложнее. Но вот у меня хозяйственно-эксплуатационное управление, оно введено как обособленное подразделение. То есть, соответственно, настройки в этом случае практически остаются те же самые, то есть вносится информация про наименование, вносится информация, когда было создано подразделение, то есть когда оно было поставлено на учет в налоговой инспекции. И я хочу обратить ваше внимание, если вы вдруг забыли или не обращали внимания, существуют вот такие подсказочки тематические, вопросительный знак после окна для ввода какой-то информации. Это именно тематическая быстрая подсказка, для чего служит это окошечко. И теперь хочу обратить ваше внимание на то, как нам зарегистрировать обособленное, точнее не зарегистрировать, а отразить регистрацию обособленного подразделения в налоговой инспекции. То есть у нас существует вот такое поле регистрация в налоговом органе. У меня сейчас тут уже информация введена, ну соответственно, если вы впервые регистрируете обособленное подразделение, то вам нужно по кнопочке изменить, мы проваливаемся в диалоговое окно и заполняем сведения по данной налоговой инспекции. Эти сведения будут отражаться на титульном листе отчетности, которую мы должны туда подавать. Ну и соответственно КПП у вас будет уже по этому налоговому органу. Код налогового органа, это соответственно код налоговой инспекции. И наименование, ну практически в большинстве случаев вводят одинаковое и краткое наименование, и полное наименование. Напомню, для чего это существует. То есть краткое наименование мы с вами видим в журнале. То есть если у нас несколько налоговых инспекций, ну например у нас много подразделений обособленных, которые приписаны к разным налоговым инспекциям, то в журнале у нас будет отображаться соответственно количество этих инспекций. И для того, чтобы в журнале можно было осуществлять быстрый ввод, вводится без полного, без перечисления полных регалий. Можно, например, написать просто номер 8, там номер 7. Ну желательно указывать по какому городу, чтобы потом ваши сотрудники не путались. А вот полное наименование, это наименование, которое будет выводиться в официальные документы в печатной форме. То есть будет указано на титульном листе, на других документах. И соответственно акт МО. У меня АКАТА по старому, но сейчас акт МО у нас используется. И кто подписывает отчетность. То есть если у нас руководитель, то соответственно будут выведены на печати фамилия, имя, отчество руководителя. Если у нас представитель, то про него нужно будет заполнить сведения, кто он такой и на основании чего действует. То есть, например, доверенность. И с какого момента действует это обособленное подразделение. Я хочу сделать акцент именно на моменте регистрации, потому что существует еще один достаточно спорный момент. Это не спорный, а не совсем однозначный. Это прекращение деятельности обособленного подразделения, особенно если вопрос касается индивидуальных предпринимателей, которые также могут иметь обособленные подразделения, в которых будут работать какие-то наемные работники. После того, как мы заполнили все сведения про налоговую инспекцию, эта информация у нас отражается вот в этом окне. Ну, то есть мы можем пролистать вверх-вниз, посмотреть эту информацию. Ну и в случае изменения, например, мы закрыли точку в этом, на этой улице, но открыли точку в другом районе города. И в этом случае, опять же, нужно будет внести изменения. Соответственно, все остальные поля тоже необходимо заполнять. И здесь же на закладочке «Бухучет зарплаты» задаются параметры именно для этого обособленного подразделения. То есть как будут получать люди зарплату, то есть, например, через карточку. Может быть, у вас будет зарплатный проект, в этом случае мы должны будем поменять. Или у вас нет возможности перечислять людям на карточку, и выплаты будут происходить либо через кассу, либо к ним будет выезжать какой-то сотрудник-бухгалтер, раздатчик, и выдавать денежные средства лично на руки. И обязательно нужно будет проставить дату, с какого момента вот эти вот настройки будут действовать. Это мы с вами посмотрели, как нам отразить регистрацию подразделения в налоговом органе. Давайте снова вернемся к слайдам и посмотрим. То есть это слайд, который я вам уже показала на примере программы, то есть наша структура организации и, соответственно, то, что мы уже посмотрели с вами. Еще хочу заострить внимание на таком моменте, что в 2021 году у нас произошло достаточно много законодательных изменений, которые касались не только заработной платы, но это и введения новых стандартов бухгалтерского учета, которые пришли на смену ПБУ, то есть ФСБУ номер 5 запасы, номер 6 основные средства, номер 26 капитальные вложения. Ну и, естественно, без изменений не осталась и заработная плата с ее взносами. Справка 2 НДФЛ с 2021 года является приложением к расчету 6 НДФЛ. Ну и сам расчет 6 НДФЛ тоже немного видоизменил форму. И, собственно говоря, по новой форме расчет 6 НДФЛ мы сдаем за год. И, соответственно, справка 2 НДФЛ подлежит заполнению при составлении расчета за налоговый период, то есть за календарный год. Про это нужно помнить. И теперь переходим непосредственно к начислению налогов и взносов. На слайдике вы видите, что запускается это из раздела налоги и взносы, и я специально выделила дополнительные сервисы, то есть меню «Сервис» под меню «Проверка регистрации в ФНС». То есть если крупная организация имеет много обособленных подразделений, то в этом случае можно вывести вот такой отчет, который показывает, где какое подразделение зарегистрировано. Ну и, соответственно, дает возможность проконтролировать, не упустили ли мы чего-то, чтобы не попасть на штрафы и прочие неприятности. Сами отчеты у нас расположены вот в этом меню «Отчеты по налогам и взносам». Сейчас мы туда перейдем, но перед этим мне хотелось бы еще показать вам вот такой слайдик. Когда мы переходим в основном в раздел «Отчетности» или что-то другое, которое находится в разделе, у нас может появляться вот такое сообщение. То есть это дополнительная компонента 1С «Отчетность». Она позволяет напрямую сдавать отчетность без транзитного, так сказать, прогона через файл, когда мы выгружаем из программы файл и потом подгружаем его уже соответственно либо в пенсионный фонд, либо в какую-то другую фискальную организацию. 1С «Отчетность» позволяет работать, так сказать, напрямую. Мы еще посмотрим эту ссылку на самом примере в программе. Но я обращаю ваше внимание на нее, потому что, во-первых, это очень удобный сервис. Во-вторых, он позволяет смотреть, ну так сказать, в онлайне, проверять взаиморасчеты. Ну и в-третьих, в общем-то, позволяет не беспокоиться о том, что где-то что-то не выгрузилось. И теперь мы с вами сейчас перейдем обратно в программу, в конфигурацию и посмотрим, что это на самом деле, как оно выглядит. Нет, мы изменения не будем вносить, и это нам тоже уже не нужно. Переходим мы с вами в раздел «Отчетность. Налоги и взносы». Проверка регистрации в ФНС – это то, о чем я говорила. Но, к сожалению, я не смогу показать, как она работает, потому что у меня налоговая инспекция. Ну, соответственно, все фискальные органы и люди имеют, ну, как бы, выдуманные номера, и проверить, есть они или нет в налоговых реестрах я не смогу. Я могу только показать вот этот переход. Ну, и, соответственно, отчеты по налогам и взносам мы попадаем в журнал. Долго он у меня, к сожалению, открывает. Вот, мы попадаем в перечень отчетов, которые штатные, которые мы можем посмотреть. Остановиться здесь я хочу на двух моментах. Ну, во-первых, сводная справка 2 НДФЛ – это информация, которая отображается, ну, в основном она нужна для отчетности. И проверка расчета взносов. Соответственно, это проверки, которые в основном требуются при составлении отчетности, то есть персонифицированный учет и сведения, которые даются в основном в персонифицированный учет, потому что ФСС он у нас не требует по фамильных данных. Ну, и еще один достаточно комфортный – это отчет. Это контроль сроков уплаты НДФЛ. В этом случае, ну, мы выбираем организацию, допустим, мы можем отметить, по какой конкретно налоговой инспекции нас интересует, не пропустили ли мы сроки или, ну, что-то, все ли у нас там в порядке. Если поставить флажок по сотрудникам, то будет с детализацией, но, к сожалению, вот в нашем примере мы можем увидеть только шапку, как выглядит отчетная таблица, потому что данных по выплатам у нас в демонстрационной программе не имеется. Так, и, собственно говоря, сейчас я закрою. То, что нам не нужно. Здесь налоги и взносы, собственно, сосредоточены документы, которые нам при расчетах требуются. Переходим в раздел «Отчетность и справки». И, повторюсь, то есть вся отчетность у нас сосредоточена вот в этом разделе, 1С «Отчетность» и там, где выделено жирным шрифтом, то есть это журналы, в которых собраны максимально отчеты и максимальное количество документов. Вот возникает наша всплывающая оглашечка, про которую я вам говорила. Здесь более покрупнее видно, можно посмотреть, что же позволяет делать сервис «Отчетность». То есть он позволяет, во-первых, в более комфортном формате проводить сверки по оплатам взносов и налогов. ФСС, налоговая, ну, то есть 1С «Отчетность» касается не только обособленных подразделений или филиалов, естественно, она касается всей налоговой отчетности, которую предприятие должно сдавать либо в налоговую, либо во внебюджетные фонды. И здесь практически у нас обычный журнал, в котором отражаются уже сданные формы или уже подготовленные формы и состояние. То есть когда приходит ответ с налоговой инспекцией, что принято, то статус меняется, соответственно, на «Сдано». До того, как мы отправили, то есть мы только сформировали отчет, он будет иметь статус «Подготовлено». То, что здесь удобно и чем, в принципе, стоит всегда пользоваться не только для обособленных подразделений, но и для других отчетов, это работа через личные кабинеты. То есть личные кабинеты сделаны для всех фискальных органов. То есть для соцстраха, ну, естественно, для налоговой инспекции, для статистики, для Росприроднадзора, ну, то есть для всех. Естественно, нас больше всего интересует то, что связано с зарплатой и зарплатными налогами. В любом случае это, в первую очередь, пенсионный фонд, потом это ФСС и так далее. Ну, естественно, личный кабинет налогоплательщика, ИП, это тоже важная вещь, потому что если у вас индивидуальный предприниматель, то у него есть несколько очень интересных особенностей, которые касаются, ну, в основном, закрытия обособленного подразделения. И раздел настройки, который позволяет настроить под ваше предприятие, ну, какие-то конкретные пункты меню. Итак, мы с вами посмотрели то, что касается общей отчетности. И теперь мне бы хотелось заострить ваше внимание. В разделе отчетности и справки было выделено жирным шрифтом меню «Все документы по НДФЛ». Это очень удобный журнал, потому что в нем практически можно посмотреть все, что касается ваших работников и их вычетов. Ну, нас, поскольку с обособленными подразделениями в первую очередь интересует НДФЛ, то в этом случае здесь отражаются в качестве документов заявления, которые сотрудники вам могут подавать по поводу вычетов, например, на детей или стандартный налоговый вычет на себя. Ну, то есть подавались ли ими какие-то документы. И еще один момент – это именно оформление заявлений на вычеты. Так же, как и по главному предприятию, сотрудник обособленного подразделения может использовать налоговые вычеты. И в журнале, то есть когда мы формируем заявление, формируются две или, ну, в зависимости сколько у сотрудника детей, формируются вот такие вот записи и достаточно удобная расшифровка, то есть можно посмотреть, что это такое. Она немножко более удобная, чем, допустим, в предыдущих версиях, потому что выделена как отдельные записи. То есть, чтобы предоставить вычет, у вас должна быть копия свидетельства о рождении ребенка, и, соответственно, каждая запись – это отдельное свидетельство на рождение ребенка. Это журнал, где мы уже с вами только что побывали. Это 1С-отчетность, ну и, соответственно, сейчас я вернусь снова в программу. Значит, отчетность. 1С-отчетность. И, собственно говоря, снова не проходите мимо 1С-отчетности. Через кнопочку «Создать» у нас получается выбор. Просто хотела показать, что на закладочке «Все» перечислены все отчеты, которые предприятие может сдавать, чтобы облегчить себе жизнь не говорится в этом большом списке, мы можем на закладочку «Избранные» перенести только те отчеты, которые нас интересуют в связи с конкретным либо организацией, либо филиалом, либо подразделением. Ну и, собственно говоря, то, что мы с вами уже посмотрели, здесь можно и загрузить отчеты из внешних источников. Но если, например, вы, хотя это сейчас уже редко встречается, что-то сделали в налогоплательщике, то сюда можно подгрузить. Ну и, соответственно, печатные формы получить и протоколы о принятии распечатать. Снова вернемся к слайдам. И мне хотелось бы еще немножко, так сказать, теоретической части вам рассказать. Ну, то, что 2НДФЛ является приложением к расчету 6НДФЛ, мы с вами уже говорили. Обычно возникают сложности, ну, чаще всего у ИП-стов, у ИП, когда, например, какое-то обособленное подразделение прекращает свою работу. Потому что если прекращает работу предприятие, то есть юридическое лицо, то фактически юридическое лицо прекращает свое существование. А вот если ИП, например, закрывает какое-то обособленное подразделение или прекращает свою работу, а в этом случае оно, ну, как бы не ликвидируется, физически человек остается. И в этом случае возникает вопрос, а за какой период требуют создавать налоговую отчетность, то есть те же 2НДФЛ и 6НДФЛ, если предприятие, а в особленное подразделение, УИП прекращает деятельность, например, в сентябре, в октябре, в ноябре, ну, то есть до окончания года. В этом случае есть одна тонкость, про которую я уже немножко сказала раньше. То есть в этом случае для ИП, которая закрывает обособленное подразделение, календарно, налоговым периодом понимается год и в декларации должен проставляться признак года. То есть, ну, здесь вы можете на экране видеть юридическое, так сказать, обоснование, в какой статье, допустим, налогового кодекса на это указано, в каком пункте. То есть это в основном регулируется 55-й статьей налогового кодекса. Ну и, соответственно, разные пункты этой статьи иллюстрируют и регламентируют порядок исполнения обязанностей налогового агента. То есть, если мы прекращаем деятельность организации путем ликвидации, то в этом случае налоговым периодом для организации является период с начала года до дня регистрации прекращения деятельности. А вот для индивидуального предпринимателя будет календарный год. То есть в отчетности индивидуального предпринимателя не предусмотрены другие даты. То есть в этом случае мы должны будем, когда составлять отчетности в налоговую инспекцию, должны будем проставить код 34, то есть это закрытие года. И еще один момент. Ну, то есть это вот то, что я сейчас вам сказала. Полеотчетный период на титульном листе при прекращении деятельности. То есть это идет ссылка на нормативные документы, которые именно требуются указать. И специально мы выделили жирным шрифтом, что для ИП специальных кодов при прекращении деятельности не предусмотрено. И в этом случае мы должны указывать значение 34. Вернемся еще раз в нашу конфигурацию. И еще раз вернемся в отчетности справка. В раздел отчетности справки. И хотелось бы остановить ваше внимание еще на таком моменте, как электронные трудовые книжки. То есть точно так же, как и для основных штатных сотрудников, для сотрудников обособленных подразделений должны вестись электронные трудовые книжки. Ну, я возьму, например, на примере филиала в городе Волгоград. И в этом случае у нас абсолютно такой же функционал, как и для всех штатных сотрудников. Что мы можем делать в этом разделе? То есть мы можем зарегистрировать заявление от сотрудника о предоставлении сведений, чтобы можно было выдать на руки. Сделать записи, которые мы должны передавать в обязательном порядке. И, ну, сейчас для примера выберу вот этот раздел. То есть сведения о трудовой деятельности работников СЗВТД. То есть это, если мы с вами решим сделать такую запись, то в этом случае нам доступны записи о приемах и об увольнениях. Ну и, соответственно, и распечатать, и выполнить отчеты. Посмотреть про движение этого документа. И обращаю внимание, то есть я, собственно, зачем вошла в это меню, что мы можем отправлять сведения об электронных трудовых книжках точно так же через 1С отчетность. И если мы передали сведения, уже сделали записи, передали сведения, то вот эта вот отметочка, документ принят, например, в пенсионный фонд, если вы уже подали сведения об этом сотруднике, закрывает возможность редактировать записи. Так, сейчас мы отсюда не будем сохранять введенную информацию. Отсюда уйдем. И, собственно говоря, небольшой, так сказать, обзор. То есть у нас верхняя панель меню, кадры и заработная плата. То есть кадры у нас, в общем-то, показывают все мероприятия кадровые, которые мы можем производить с работником. Абсолютно ничем не отличается работа с обособленными подразделениями от кадровой работы с сотрудниками основного подразделения. Точно так же оформляются все документы, но единственное, что последнее нововведение, это о том, что приказы о приеме теперь не обязательно составлять. Ну и, соответственно, все отсутствие больничной отпуска, командировки и так далее мы можем с вами здесь вводить. И, собственно, что нас больше всего интересует, это извещение ФСС и настройки прямых выплат по сотрудникам. Значит, повторюсь, это в случае, если у вас, например, головное предприятие расположено в районе, которое не перешло на прямые выплаты, а, например, обособленные подразделения перешли на прямые выплаты и получают пособия, например, больничные, напрямую сотрудник получает через ФСС, а не через организацию. Соответственно, в этом случае нам нужно настроить, то есть выбираем организацию, выбираем способ. Ну, в нашем примере определять автоматически по записям сотрудника о приеме на работу. Но мы можем здесь отфильтровать по какому-то конкретному признаку, например, только тех, кто получает пособия на карту МИР. Напомню, что при прямых выплатах перечисляются денежные средства на карту МИР. То есть пособия, оплата больничных производится на карту МИР. В остальных случаях чаще всего, естественно, это либо зарплатный проект, либо перечисление на карту. Итак, в общем-то, мы посмотрели с вами то, что касается именно обособленных подразделений. То есть в обособленных подразделениях это несколько основных настроек. Я еще раз немножко повторюсь, то есть это указание сначала определения, является ли ваше обособленное подразделение филиалом или является именно обособленным подразделением. Затем внесение сведений о налоговом органе, где необходимо провести регистрацию. Ну и, соответственно, прием работников в то подразделение, которое у вас соответствует этому обособленному подразделению. На этом, в общем-то, разрешите закончить нашу встречу. Еще раз хочу повторить, что наши контакты вы видите вот на слайдах. Мы будем очень рады, если вы обратитесь к нам с какими-то своими вопросами. Мы постараемся максимально подробно осветить ответы на них. И в случае, если вы нам присылаете в письменном формате какие-то ваши вопросы касательно конкретных ситуаций, то, естественно, мы сможем ответить более подробно, потому что не будет лимита по времени и будет уже более предметный, так сказать, ответ в соответствии с вашими реалиями, в соответствии с вашей спецификой. Компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время. Мы благодарны, что вы к нам пришли и надеемся на новые встречи. Ну, естественно, если у вас возникнет необходимость проводить какие-то настройки, дополнения, доработки, обучение сотрудников и что-то еще, мы будем рады оказать вам помощь и предложить свои услуги. Разрешите на этом попрощаться. Всего доброго. Продолжение следует...